Мы начинаем наш выпуск Универньюз. Прямо сейчас вы узнаете о последних новостях науки, образования, любопытные подробности из жизни Казанского Федерального и за его пределами. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Просвещайтесь! В Казанском Федеральном записали новый выпуск программы «Высшая школа». В рейтингах КОЭС по направлению лингвистика Казанский Федеральный занял позицию 101-150. Российские болельщики прогнозируют победу в предстоящем матче «Россия-Мексика». 21 июня ректор КФУ Лжат Гафуров обсудил с учеными-фармакологами перспективы участия университета в конкурсе на получение мегагранда правительства Российской Федерации. Речь идет о создании новых препаратов на основе принципа мультитаргетинг, воздействуя на несколько причин болезни. Нашей съемочной группе удалось встретиться с генеральным директором телеканала «Просвещение» и выяснить, чем привлекательно отечественное медиаобразование и о чем пойдет разговор в ближайшем выпуске программы «Высшая школа». Ответы на эти и многие другие вопросы ищем в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный вновь стал медиаплощадкой для дискуссий и поиска ответов на вопросы, стоящие перед образовательным и научным сообществом. На этот раз «Альма-Матор» почтил визитом генеральный директор телеканала «Просвещение» с целью записи очередного выпуска программы «Высшая школа». Несмотря на то, что Владимир Косинчук в стенах КФУ далеко не впервые, тем не менее, все же открыл для себя еще больше новых деталей из великой истории Казанского университета. Это важно, это назрело. Я хочу рассказать нашим телезрителям на федеральном уровне о тех целях и задачах, которые КФУ преследует и что у него получается на сегодняшний день. Познакомившись со структурой работы университетского телевидения, Владимир Косинчук отметил, что медиа-центр не только играет важную роль проводника между администрацией университета и студенческой средой, но и укрепляет усилия по созданию единого информационного пространства вокруг ВУЗа. Благодаря работе в медиа-центре студенты приобретают профессиональные навыки, которые могут использовать в дальнейшем для своей карьеры. Ведь не секрет, что ваш медиа-центр один из крупных и самых организованных медиа-центров в университетах. Таких не так много, поверьте мне. И тот опыт, который имеет ваша кафедра, ваш факультет, он очень важен для других, которые только-только начинают создавать медийные пространства в своем ВУЗе. А далее в рамках пребывания в Казанском университете Владимир Косинчук снял выездной выпуск программы «Высшая школа». Тематика программы посвящена достижениям Казанского университета и его медиа-центра. Тот курс, который выбрал ректор вашего университета на создание крупного медиа-центра, он верный. Мне кажется, было бы полезно, если бы многие ректоры других ВУЗов обратили внимание на то, как идет у вас подача. В ближайшем выпуске программы «Высшая школа» можно будет узнать, почему крайне необходимо привлечь максимальное внимание широкой аудитории к проблемам образования и какие события происходят в сфере науки. Поговорили и о журналистах. Практикующие в Казанском университете коммуникационное движение отлично прокладывает мост между студентами и профессиональным журналистским сообществом, отмечает генеральный директор телеканала «Просвещение». Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Предметный рейтинг независимого британского издания КОЭС охватывает более 4000 лучших университетов мира. В этом году в направлении лингвистика Казанский федеральный университет поднялся и занял позиции 101-150. В чем же секрет динамичного продвижения, выяснила наш корреспондент Анна Гузунова. В опубликованный рейтинг КОЭС 2017-2018 годов вошли 24 российских вуза. Казанскому федеральному университету удалось занять свои позиции в 9 предметных рейтингах. Одним из них является направление лингвистика. И если в прошлом году оно находилось в позиции 151-200, то в этом году направление лингвистика не только закрепило свою позицию, но и продвинулось в рейтинге, заняв место 101-150. У каждого своя история вхождения в данный предметный рейтинг. Естественно, что наши гранды, такие как Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, их история более давняя, более серьезная. Их стартовые возможности действительно были более мощными, чем у нас. Так оно и есть. Нас сравнивать трудно, мы в достаточно разных писовых категориях. Но тем не менее, мы достаточно успешно конкурируем и с нашими грандами тоже. У лингвистики есть хороший исторический задел. Это наследие Казанской лингвистической школы, которая была заложена великим предшественником Иваном Будуэном де Картане, его соратником Василием Богородицким. Мы уже много лет достаточно серьезно работаем над тем, чтобы продвигать дальше бренд Казанской лингвистической школы. Здесь нам серьезно помогает и Республика Тарстан, в частности, государственная программа Республики Тарстан по сохранению и развитию языков с 2014 по 2020 год. Огромный вклад в результаты рейтинга внесла и Высшая школа русской и зарубежной филологии. Ведь ее коллектив – это ученики, последователи, известные всему миру Казанской лингвистической школы. Коллективом Высшей школы русской и зарубежной филологии была проведена огромная работа. Мы подвергли критике те научные темы, которыми занимались наши преподаватели. Эти научные темы были для нас очень интересны, но они были интересны только нам, российскому сообществу. А нужно было найти такие темы, которые были бы интересны международному научному сообществу. Так было принято решение использовать принцип интегративного подхода к научным исследованиям. Этот принцип был провозглашен еще родоначальниками Казанской лингвистической школы. Тогда они впервые соединили лингвистику с математикой, медициной, психологией, заложили основу на эролингвистике и психолингвистике. Продолжая их традиции, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого тоже стал выдвигать такие научные направления. Это квантитативная лингвистика, клиническая и компьютерная лингвистики. Здесь помимо лингвистов привлечены врачи, физиологи и другие специалисты. Целый ряд направлений, на которые мы сделали ставку, и видимо эта ставка сработала, мы по крайней мере можем делать такой вывод. Во-первых, как показывает практика, наиболее интересны мировому сообществу публикации именно в этих пограничных направлениях, на стыке различных наук. Преподаватели Высшей школы русской зарубежной филологии работают на базе Республиканской клинической больницы. Мы занимаемся проблемами больных детей, взрослых больных, которые потеряли в результате каких-то травм, катастроф, речь. И они разрабатывают методику восстановления речи и методического сопровождения таких больных. Статьи преподавателей Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого очень востребованы. Все это дает возможность публиковаться в более престижных и значимых журналах. Мы становимся узнаваемыми в этой области, и это, естественно, во-первых, влияет на рост академической репутации, а это основа рейтинга, 80%. Ну, на репутацию работодателей в определенной степени, здесь больше зависит от качества образования, но в этом направлении тоже мы серьезную работу ведем. Это 10%, и по 5% это цитирование на одну публикацию, и это индекс хирша наших публикаций в области лингвистики, в профильных журналах по лингвистике. В планах привлечения к исследованиям и преподаванию в Институте серьезных зарубежных ученых, а также дальнейшее продвижение в области международных научных ассоциациях. Мы очень-очень серьезно, сильно надеемся на то, что мы сумеем не только закрепиться в этих предметных рейтингах, но и двигаться в них дальше. Хотя каждый дальнейший шаг стоит все больших и больших усилий. Анна Глазунова, Леонард Авлетьяров, Универ Ньюс. Традиционно за год до Чемпионата мира по футболу стартует Кубок Конфедерации, и Казань посчастливилась стать частью этого большого события. В город съезжаются болельщики с разных стран. Но что же думают иностранные болельщики о сборной России? И верят ли наши в победу с своей стороны, узнала наша съемочная группа. Кубок Конфедерации уже в самом разгаре. В предстоящую субботу, 24 июня, состоится матч между Россией и Мексикой. Мы решили узнать, не утратили ли нашу веру в сборную России после проигрыша с Португалией. Надеемся на нашу сборную, потому что все-таки выступим достойно. Будет сложно, но я думаю, что наше дело все возможно. Хотя ситуация у них самая сложная, наверное, у всех. Или победа, или ничья в нашу пользу. Но ничья это все же не гарантирует выход из группы. Поэтому будем болеть за наших. Также мы встретили и болельщиков других сборных команд. Без сомнений, они верят в победу своих стран. Но мы не упустили шанс и узнали мнение о сборной России. Не самая яркая команда, но в сборной есть хорошие игроки. Российская сборная показывала хорошие результаты в последние годы. Мы ценим и уважаем Россию. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч.